Здарова танкисты, с вами Slim. Сегодня выпуск будет посвящен Т-100. Это новый премтанк режима Холодная Война, который имеет отношение к блоку Независимые. Играет он в первом периоде. Уже очень скоро большинство танкистов смогут получить данный премтанк в свой ангар, ведь это награда на сотом этапе в платной части боевого пропуска нового сезона, который так и называется Независимые. К сожалению, данная награда большой радости не вызывает, но тем не менее, некоторым игрокам с пустым ангаром, возможно, на нем даже придется поиграть и пофармить. Интересно то, что данный премтанк является не только первой прем ПТСУ блока Независимой в Холодной Войне, но еще является, как оказывается, первым египетским танком. Хотя я думал, что изначально, возможно, он израильский танк, ведь разработчики нам анонсировали ветку израильских танков в режиме Холодная Война, и она, скорее всего, будет тоже в блоке Независимая. И, если не ошибаюсь, в трейлере была информация, что данная ветка во главе с танком Меркова появится в игре 26 июля. Но, увы, я сам был удивлен, что Т-100 это египетский танк. На самом деле, данная машина является неким аналогом Т-34-85, на который установили другую пушку, из-за чего, походу, пришлось заморочиться нехило с башней. И, судя по исторической справке, вооружение Т-100 уже устарело, и данный танк использовался в основном для обороны. К сожалению, в нашей игре у данного танка тоже туманные перспективы. Обратите внимание, что корпус Т-34-85 является достаточно высоким, плюс данный танк получил такую же высокую башню, и наше орудие находится на этой башне в самом верху, практически возле крыши. Ну, то есть, орудие на этом танке засунули действительно достаточно высоко, но проблема в том, что данная машина получила специфические углы вертикальной наводки. Угол склонения чуть более 3 градусов, а если быть более точным, минус 3,2 градуса. Угол возвышения всего лишь плюс 9. Поверьте мне на слово, с такими УВНами и с таким расположением орудия на этом танке играть, ну, жесть, как некомфортно. Вам постоянно надо следить, что находится под вашими гуслями. Ровные грунты или часть карты без рельефов – ваш лучший друг. Если перед вами находятся какие-то низины, впадины или ямы, вам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы враг упал туда, потому что он для вас будет в полной недосягаемости и будет вас обязательно колупать. Более того, орудие вверх поднимается весьма неохотно. Передвигаясь по наклонной местности, например, где-то вы едете на горку, если засветится враг и у вас будет возможность его отстрелять, вы, скорее всего, этого сделать не сможете, из-за того, что орудие вверх гнется достаточно лениво. Я уже молчу про то, что вам придется постоянно избегать ближних боев. Даже такому высокому танку, как Т95Е3 с вашими УВНами, вы сможете стрельнуть в ближнем бою только в башню. А если вдруг вам вплотную подожмется танк, который ниже ростом, вы не сможете в него стрельнуть, или, например, машина, которую вы сможете пробить только в НЛД, ну, к примеру, М103 придет к вам в клинч. В такой ситуации ваша ПТшка обречена. Вы, скорее всего, уйдете в ангар, даже не поцарапав врага. Так что при игре на Т100 вам придется отказаться от любимых позиций и перед тем, как ехать туда, куда вы уже решили, вспомнить какие там складки местности и где вы сможете комфортно стать. Во всем остальном данная ПТ-САУ, ну, как бы неплоха. Да, она не ровня НМ-116 и даже рядом с ней не стояла. Но, повторюсь, если бы не ее заморочки с УВНами, на этом танке Т100 в целом можно было бы поиграть. Хотя, если вы качали Штурм Тигра и вам понравилось играть на Берре или Барре или как называется эта девятка, то, наверное, в таком случае и Т100 это точно ваш танк. Данная ПТ-САУ получила максимальную скорость 55,2 км в час вперед и 16,3 км в час максималка назад. В целом, этой скорости достаточно для того, чтобы занимать позиции, ну и в случае засвета более-менее комфортно и быстро заехать в укрытие. Данная ПТ-Ха не блещет бронированием и она еще достаточно кретосборная. Поэтому в плане тактики на ней лучше играть типичный танк поддержки. Из оборудки, отталкиваясь уже от вашей тактики, можно использовать орудийный досылатель, улучшенную вентиляцию и стабилизатор вертикальной наводки, если вы планируете играть на этом танке более агрессивно, или же орудийный досылатель, улучшенную вентиляцию и улучшенный камуфляж, если вы планируете играть более осторожно. Да, для кого-то улучшенный камуфляж в Холодной войне с механикой свежего взгляда является весьма дичайшим решением, но на этом танке действительно неплохая маскировка и на картах с хорошей растительностью, даже со свежим взглядом эта оборудка дает неплохой профит. С такой оборудкой ПТ-ха не всегда светится даже после выстрела, подпустив врага даже на среднюю дистанцию. Да, на карте, где нету кустов, эта оборудка будет скорее всего бесполезна, но какой-нибудь Вейстрел, Гребень, Типваль, улучшенный камуфляж вас не раз выручит. Главное к нему не забудьте добавить перки и покрасить свой танк. Что касаемо пушки, то разовый урон 440 единиц для базового и голодого снаряда и альфа в 580 единиц для фугаса. Для первого периода достаточно неплохой разовый урон, но сами понимаете, среди ПТ-шек, где есть Бабах, Объект 268 и прочие танки, альфа не является рекордной. Данное орудие является неплохим в плане точности, 0.33 разброс и время сведения 2.1 секунды. Правда, по стабилизации есть вопросы, она тут не очень. Время перезарядки нашей ПТ-САУ не сказать, что прям очень быстрое, 10.2 секунды. Стоковый урон в минуту 2588. Хоть при игре на данной ПТ-хе стрелять хочется гораздо чаще, в целом даже с такой перезарядкой данная ПТ-ха набивать дамаг умеет. Кстати, по снарядам, базовый снаряд это Бобс, который имеет неплохую скорость полета снарядов в 1415 метров в секунду. Голда же, к сожалению, у нас кумулятив, который является более медленным, 900 метров в секунду. Ну и я, например, не особо люблю такую голду. Хотя, по данной ПТ-хе это не особо важно, пробития базовым снарядом ей, как правило, хватало. Обзор нашего танка 505 метров. Кстати, не забывайте, что скорость поворота вашей башни всего лишь 27 градусов в секунду. Это не очень быстро, и когда вас кружит быстрый враг, стрелять с такой башней не особо комфортно. Особенно в ближнем бою и еще и с нашими УВНами. Что касаемо бонусов данного примтанка, то бонус к опыту 20%, бонус к серебру 55% и бонус к опыту командира 10%. Учитывая фарм в холодной войне, на пустом аккаунте, возможно, я бы даже поиграл на этом танке. Но с учетом того, что сейчас на твинке игроки за 10 сыгранных боев получают Т95Е3, полезность данной ПТ-хе в своем ангаре весьма спорная. И вдвойне разочаровывает, как награда за сотый этап боевого пропуска. Можно так сказать, что мы ее получаем бесплатно, но, наверное, правильнее было бы ее раздать с такими характеристиками просто за какой-нибудь марафон. Хотя это уже, наверное, не имеет никакого значения. Танкисты, у меня на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и прожать лайк этому видосу. Пишите в комментариях, когда попробуете данную ПТ-ху, понравилась ли она вам. И готовы ли вы играть на ней с такими характеристиками по УВНам. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok